В мирном спартакиада допризывной молодежи собрала самых сильных и выносливых учеников района. 12 команд, школа, а также регионального технического колледжа соревновались в армейских дисциплинах. Победителей выявляли в течение двух дней. За почти армейскими баталиями следили мои коллеги из Алмазного края. Дисциплина спартакиада допризывной молодежи не отличается от армейских. Ведь многие из этих ребят через полгода вступят в ряды российской армии. Для них эти соревнования отличный шанс проверить себя на прочность. В дисциплинах они соревнуются. Это общая армейская физическая подготовка, в которую ходят испытания подтягивания, поднимания гири 16 килограммов, прыжок в длину с места, челночный бег. Также входит испытание дистанции по легкой атлетике 1000 метров. Стрельба из пневматических винтовок, разборка-сборка АК-74, военизированная эстафета. Ярослав Камозин – один из сильнейших спортсменов Мирнинского района. Многократный чемпион и призер республики по биатлону, капитан команды школы номер 12. Уже несколько лет подряд ученики 12-й становятся безоговорочными победителями спартакиады. Мы рассчитывали, что будет проще на самом деле, но борьба оказалась серьезной, особенно после первого дня думали, что все уже закончилось. Но нет, оказалось, что придется бороться до последнего. И действительно сильные команды, сильно подготовленные. За кубок боролись 12 команд со всего района. По итогам двух дней бронзовой медали удостоились ученики 26-й школы. На втором месте – региональный технический колледж. Кубок 11-й спартакиады до призывной молодежи, как и в прошлом году, достался спортсменам 12-й школы. Членов команды отобрали, получается, 4 человека были с прошлой спартакиады, ну, до призывной молодежи. И двое, вот, мы взяли новеньких с 10-го класса. Спартакиады до призывной молодежи – отличный шанс для ребят узнать, на что они способны. Ведь рано или поздно они будут отдавать долг своей родине. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».